тема legacy проектов она на самом деле довольно обширно и чем больше времени проходит тем больше legacy проектов в мире соответственно эта ниша никогда не зарастет поэтому вы всегда будете при деле если вы умеете с этим работать значит почему вообще доклад этот родился когда-то я выступал на ю айд в клубе и там я постарался рассказать всякие веселости всякие приколы людям которые общем пришли и в общем как прикольно на самом деле бывает работать с легося так как там такой довольно свободный формат то мы изрядно общем накачались пивом и дальше я уже начал рассказывать совершенно не не прикольные вещи которые бывают если ты начинаешь работать с легося в общем этот доклад был потом как-то структурирован систематизированы в общем вы сейчас видите квинтэссенцию этого всего я надеюсь кто я вообще такой зовут меня виктор фамилия полищук тут есть какие-то мои реквизиты значит я занимаюсь легося проектами вот так достаточно долго где-то с года так 2003 вот это сначала были всякие дэлфа дэлфа fox прошли и проекты потом я перешел на джаву и сразу же попал естественно в легося который тогда было его тогда было очень мало в наши джава тогда только начиналось но в любом случае это уже было смотрите вот так примерно выглядела выглядела распределение всех легося проектов да то есть на 2004 год когда я уже можно сказать переключился полностью на джаву да тогда джавы было вообще какой-то мизер и можно сказать что вот тогда в 2004 году начала зарождаться все вот у легося с которым вы сейчас работаете есть у кого-то код который старше 2004 года есть да но вот по факту этот код писали как раз вот тогда вы же или ваши же коллеги или коллеги которых вы на самом деле не очень любите сильные всеми сердцами ненавидите но вот тогда в 2004 это дело происходило значит сейчас ситуация сильно поменялась но на 2014 год джава проектов стало много их стало больше четверти всех проектов вообще то есть сиси плюс плюс потихонечку начали отходить переписываться на джаву кабол fox pro про такие языки многие из молодых девелоперов уже и не слышали никогда что такое там delphi паскаль может быть кто-то знает по университетам но вряд ли кто-то работал с продакшн кодом вот в основном это джава и по стиху потихонечку в эту же в эту же иерархию вот куда-то вот сюда будет включаться потихонечку си шарп потому что си шарп стартанул немножко позже но он развивается развивается менее динамично наверное чем джава но все равно он займет свою нишу в продакшене что я называл legacy проектом тут очень важно понимать что есть вот старые про ну точнее не так есть плохие проекты фиговые назовем их хорошо назовем их говно проектами на я так подумал что наверное это нормальный термин уже устаканившийся есть legacy по факту любой проект может стать говно проектом вообще любой это может быть legacy это может быть совершенно новый свеженаписанный проект вы его можете сами написать или ваша команда может его сделать неважно потому что известно что его проектировали идиоты он скучный тяжело поддерживаем и отсутствие документации и так далее так далее так далее список можно расширять что такое legacy legacy это в первую очередь старый проект старый проект в плане что он старый не только по технологиям он уже в продакшене давно может быть некоторые девелоперы родились примерно тогда же вот современные девелоперы родились примерно тогда же когда и вот этот проект то есть на самом деле это хорошая для среднем для проекта там срок жизни очень короткий по факту да тут представьте он живет допустим уже десяток лет это отличный проект то есть проект который живет в продакшене 10 лет и это очень важно понимать это крутой проект не важно на чем он написан не важно как важно то что он 10 лет зарабатывает деньги то есть условно говоря legacy вот поэтому я люблю работать с такими проектами потому что это хорошие успешные добротные проекты да они делались черт знает когда но это не важно важно то что они уже заработали кучу денег они до сих пор раз этот проект до сих пор пользуются спросом зачем до сих пор кому-то нужен и этот проект за счет того что он старый он вполне себе предсказуемый то есть мы знаем как он работает да мы знаем что вот если ввести сюда вот такое вот значение она посыпется все но даже вот этого поведения у нас задокументировано что происходит с новыми проектами мы не знаем то есть даже если он у нас покрыт тестами и всем 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 его предсказуемость достаточно фиговая так вот казалось бы совершенно разные миры да вот есть legacy есть говно проекты да но по факту что происходит вот выглядит это примерно вот так причина этому на самом деле я не знаю то есть я могу спекулировать говорит что на самом деле это происходит из-за того что девелоперы все криворукие и в общем я их всех ненавижу но вот это тогда бы вот этого месяца не было то есть вот это вот вот эта вот часть это хорошие добротные legacy проекты которые в которых и я хочу работать и очень рекомендую поработать хотя бы там раз-два каждому здесь присутствующих потому что оттуда вы можете подчеркнуть значительно больше информации чем из любых книжек фаулера из любых конференций и вы просто видите как люди решали производственные задачи какими способами с помощью каких инструментов иногда начинаете просто даваться диву черт возьми если они это сделали почему вот соседнем проекте который там мантенит сто пятьсот индусов почему там не могли сделать чего ничего подобного так вот а вот этот вот скажем так вот этот вот код да то есть который не legacy но он тоже голимый вот этот вот код мы все все вот все которые здесь сидят мы все пишем сейчас то есть мы вносим лепту в то чтобы вот этот вот месяц он тоже расширялся возможно кто-то из вас расширяет вот этот вот полумесяц я безумно тогда рад за вас но чисто статистически я могу сказать я работал во многих командах уже довольно долго и я видел решение которые люди комитили и отдавали в продакшн это обычно вот это вот серая масса вот это вот поэтому давайте еще в последний такой квиз поиграем да вот представьте как мы можем характеризовать давать вот там как это шоу счастливчик или там четыре варианта ответа обычно все тупые поначалу и ответ очевиден но здесь не все так очевидно так вот что характеризует legacy проект давать вот есть четыре варианта это либо счастливый заказчик вот либо это лучшее качество этого legacy проекта либо вообще никакой разницы либо это какие-то project косты например там legacy становится дороже или дешевле или наоборот новые проекты дешевле или дороже так вот кто за первый вариант так 4 человека кто за второй вариант больше уже за третий так и за четвертый можно сказать остальные это можно сказать что вы все правы ребят да может между ними нет разницы может между ними разница это в project костах или в кайф quality но я считаю что счастливый заказчик является самым основным критерием который определяет легосность приложения ну кроме его возраста причины обычно когда вы говорите а давайте мы это все перепишем вам заказчик который доволен своим проектом говорит подожди малыш постой пока здесь и расскажи мне почему ты хочешь вот эту классную систему переписать да она мне где-то там в чем-то не нравится но как бы если если бы здесь сидели люди которые много лет женаты вы прекрасно понимаете что в какой-то момент времени ваша супруга начинает вам где-то там в чем-то не нравится но когда вы начинаете думать на тему они поменять ли мне ее на новую и и пройти опять все эти этапы вот стабилизации отношений то совершенно про желание пропадает так вот я уже много сказал там относительно того как же появляются легоси проекты и основной аврии основной аргумент который я слышу от людей это то что легоси проекты появляются потому что устаревают технологии устаревают подходы языки программирования компиляторы среды джит машины whatever но так ли это единственный лета reason того что вот появляются вообще легоси проекты представим себе гипотетическую ситуацию кто из вас вот кто здесь присутствующих может принимать решения по проекту от архитектурные кто является там не за архитектор senior девелопером который может прийти сказать вот мы будем делать вот так в этом проекте и все и . да немного народу поэтому это будет намного более интересно представьте что вы являетесь вот архитектом на проекте к вам приходит заказчик с горящими глазами и пачкой денег и горит чувак на сделай мне проект вот с нуля вообще никакого ничего переделывать не надо просто вот те деньги вот тебе время вот тебе люди делай мне проект ты садишься тогда горишь новый проект новые общем возможности все такое и что же мы выберем вот пусть каждый из вас честно ответят мы выбираем какой-то крутейший там супер навороченные технологии супер модные супер современные вообще вот там который у всех на слуху или мы выбираем то что мы хорошо знаем спринге бюрнеет в общем и поехали дальше месить ту же самую глину которую мы месили уже несколько лет и так в случае значит светлой стороны да у нас новые технологии неизвестные челленджи в общем мы развиваемся и улучшаем наши навыки мы чувствуем себя совершенно специальными людьми случае с известным стеком технологий единственное что мы испытываем так это терпение наше вот то есть принципе мы все это уже знаем проходили так вот кто за светлую сторону только честно ребят 50 на 50 это такого ответа нет немножко ну хорошо да ладно 50 на 50 тоже потом давайте кто полностью на светлой стороне окей кто полностью на темной стороне хорошо кто где-то вот тут вот на вот этой вот тоненькой полосочки хорошо смотрите что получается после этого то есть вы еще раз вы архитектор вы взяли новый проект вы собрали туда все что вы хотели и запустили а теперь получается что если вы на вот этой вот стороне то так как вы выбираете новые технологии которые по которым нет ни гайдлайнов никаких то есть это они меняются у них может поменяться совершенно полностью и пиа и они по перформансу мы не знаем насколько хорошо они работают мы не знаем как они интегрируются с другой более того может они вообще не интегрируются с известными вам уже технологиями вот или вы получаете известный вот по шаблону условно говоря вы так просто провели краской вот и значит новый проект следующий проект также провели отлично вот то есть получается вы получаете legacy проект либо в будущем но очень хреновый legacy проект потому что в будущем когда люди будут смотреть на этот код который написан вот как комок в общем понятно комок чего да они будут просто думать боже как у этих людей дошло ну как у них вообще руки повернулись вот такой вот написать либо вы получаете legacy проект прямо сейчас то есть условно говоря по всем критериям единственное что он не в продакшене еще но так вот если вы положите его рядом с проектом который уже там 10 лет продакшене они будут очень одинаково выглядит но зато он будет чистый вот там мы знаем как его рефакторить мы знаем как его исправлять мы знаем как его ускорять как туда кэши подключать в общем всю фигню мы знаем вот то есть получается вот те люди которые были вот здесь на самом деле они ну скажем процентов на 90 они вредители потому что они потом людям которые будут монтейнить этот проект они сделали большую как у те люди которые выбрали вот это черный ну то есть темную сторону они не то чтобы вредители но они как бы трусы потому что вот есть новые совершенно клевые фреймворки а они взяли их ним там не применили те люди которые посредине тут как бы они с одной стороны и трусы потому что не пошли полностью а с другой стороны они еще и вредители уж они все-таки какую-то часть новья взяли но я понимаю что я утрирую но в любом случае чтобы вы не делали вот вы должны это зарубить на носу вы никуда не денетесь от legacy проектов то есть все фантазии можно теперь стереть legacy проекты будут вас сопровождать по всей вашей девелоперской жизни если на вы можете поменять полностью урод деятельность да и так иногда бывают ситуации то есть мы все поняли да и legacy проекты это наше тяжелое наследие мы всегда будем с этим тяжелым наследием как-то жить что делать иногда проще как бы сказать мальчик как бы не очень нового делать надо вот когда вот эта ситуация возникает давайте ее разберем потому что ее на самом деле ну буквально один процент из девяносто девяти ну и стал смысле это когда вы можете сказать да вот этот проект мы сейчас возьмем и перепишем вот таких условно говоря пять критериев они очень надуманные но это самые простые критерии которые я смог вытащить то есть вы не имеете права начинать переписывать систему если вы не представляете что она делает это ну просто это аксиома ну я не знаю можно попытаться доказать но я думаю тут логично для всех что если вы не знаете как она работает переписывать его это засунуть себе голову в капкан и там и хорошенько так поводить чтобы капкан все-таки сработал что вы должны сделать вы должны перевыписать все свои требования ну точнее все требования к системе причем желательно настолько детально насколько это вообще возможно то есть может быть какие-то ну совершенно уже корнер кейсы можно и пропустить но эти требования нужно выписать для того чтобы вы просто представили с чем вам придется столкнуться потому что часто я видел следующую ситуацию чувак новый заходит в проект видит там горы и кодам находится куча лет работы на темуunciORTER 낮авайте запилим вот эту фичу вот эту фичу вот фичи и он не видит он видит горы говнокода. Потом вам каждый модуль, каждый, условно говоря, пунктик, который вы выписали, если вы смогли это сделать, ок, переходим дальше. Вы должны прикинуть, сколько времени у вас, у вашей команды займет это переписывать. Потому что действительно технологии на месте не стоят. И некоторые фичи, которые вы получаете, точнее, которые раньше вам приходилось ручками реализовать, вы сейчас просто берете некую там технологию или фреймворк А, подключаете, и он сразу вам вот out of the box дает там 50% ваших фичей. Да, ну бывает такое. Это круто. Если вы такую технологию знаете, ок, это сильно вам сэкономит ваши эстимейты. Дальше вам нужно выбрать из вот этих вот эстимейтов, сколько вы там их выбирали, да, вам нужно составить, ну, условно говоря, порядок, в котором вы будете это имплементить, и некие лимиты, сколько вообще вам времени под это все будет выдано. Потом, на четвертом шаге, там происходит магия, там происходит следующее. Вы вот те эстимейты, которые вы наэстимировали, если они попадают в этот бокс, который вы себе установили, там, например, месяц, два месяца, неделю, или там год, вы туда должны закинуть еще всякие всевозможные риски, риски, которые не связаны с кодом. Это уличная магия, поэтому вы можете просто там умножать на некий коэффициент K, то есть на два, на три, если вы хорошо понимаете, как работает риск менеджмент, вы сможете сделать оценку лучше, но даже вот умножая просто на какой-то коэффициент, вы сможете эту оценку, ну, буквально там подтянуть до уровня того, как оно будет в реальной жизни. И если все окей, если мы добрались до пятого шага, мы говорим, отлично, у нас все сложилось, мы можем это сделать, мы можем это сделать в том таймфрейме, которым нужно, мы можем это сделать с учетом тех рисков, которые мы как бы закладываем, все, мы это делаем. Вот это, почему, собственно, это один процент, потому что очень редко, во-первых, системы бывают настолько простыми, чтобы их можно было вот так вот взять и описать, во-вторых, очень редко у вас получается заменить уже те существующие куски, которые в этой системе есть, заменить их какими-то новыми технологиями, переходом на эти новые технологии, ну, или относительно новые технологии, сэкономить себе время. Если у нас, значит, не получается, что мы делаем? Мы говорим, ну, ну, окей, будем медленно, но верно идти. И здесь начинается рефакторинг, то есть то, собственно, в чем я считаю, я нормально преуспел. Для того, чтобы так вот примерно разбить продолжение вот этого нашего всего-всего-всего, давайте прикинем, кто слышал про Boy Scout Rule? Окей, два человека. Хорошо, ну, там, понятно, апгрейд библиотек, миграция билдов, в код transformation, код generation и все остальное, я об этом расскажу. Boy Scout Rule это правило, которое говорит, если вы пришли на полянку, после того, как вы на этой полянке посидели, то, когда вы уходите, полянка должна остаться чище, чем была, когда вы пришли. То есть, условно говоря, забери с собой немножко больше мусора, чем там уже было. Ну, в смысле, чем ты с собой принес. Вот, это говорит о том, что код, который вы правите, его нужно потихонечку, помаленечку, вот оттуда мусор выносить. Если вы видите этот мусор, то забирайте его оттуда. Это, если изменения достаточно небольшие, то это будет круто. То есть, ваш код будет с каждым рефакторингом, с каждой новой фичой, с каждым коммитом, который вы делаете, ваш код будет чуть-чуть лучше. Вот. Ну, давайте. Boy Scout Rule, там, на самом деле, весь фан. Мы его отложим. Сначала я вас погружу всякой скучной штукой, а вот весь фан мы оставим туда, на потом. Итак, апгрейд библиотек. Кто делает у себя регулярно апгрейдит библиотеки, вот, до какой-то свежей версии, до мажорной свежей версии и так далее. У кого до сих пор в проекте третий спринг используется или второй? Лгунишки. Говорит, я апгрейжу, но у меня третий спринг. Хорошо. Ну, или там, не знаю, какой-нибудь Hibernate 2 или 3, третьей версии. Ну, там же, да? Я понял. Ну вот, на самом деле про эту штуку нет смысла про нее забывать, потому что это самая простая, самый простой рефакторинг, который вы можете сделать. Причины. Свежие версии библиотек, они, ну, то есть, вот это цикл, как оно должно быть, да? То есть, у вас библиотека устаревает в какой-то момент, вы принимаете решение об апгрейде, вы понимаете, почему лучше будет проапгрейдиться, потому что API стал лучше, перформанс стал лучше, футпринт в памяти стал меньше и так далее. Вот. Вы планируете и совершаете, собственно, свою миграцию, прогоняете какие-то сайонити-чек тесты или, в принципе, тесты или тестирование полномасштабное, мануальное, если у вас автоматических тестов нет, вы выпускаете это в продакшн. Даже если там не появилось ни одной новой фичи. Миграция на новую версию библиотек вам сэкономит немало головняка по причине того, что очень часто, вы просто открываете багтрекинг, вот я вам рекомендую, как понять, стоит ли мигрировать или нет. Вы открываете багтрекинг, там, например, хибернейтовский, да, или там, неважно, той библиотеки, которую вы хотите проапгрейдить. Выбираете между версиями, сколько багов было пофикшено, вот смотрите на этот списочек и и проникаетесь, какие из этих багов вам могут в продакшн не сильно ударить. А там могут быть всякие разные баги, memory leak, там могут быть какие-то undefined behavior или там вообще недетерминированное поведение вашей библиотеки, когда, собственно, оно вроде везде работает, а потом бац, и где-то там в каком-то случае оно работает вообще не так, как ожидалось. Но вы об этом узнаете, ну, когда у вас либо на продакшн не что-то поломалось, и это обычно стоит денег. Вот, либо чудом каким-то вам кто-то там шепнуло, вот вы знаете, что там в какой-нибудь там версии Apache Symphony или еще где-нибудь есть там memory leak, и ты такой, ой, точно, у нас как раз эта версия, надо бы проапгрейдить. В общем, это самое дешевое изменение, которое вы можете сделать, и, пожалуйста, займитесь тем, чтобы проапгрейдить свой стэк. Если вы до сих пор сидите там на пятой, на шестой Java, есть нормальный reason перейти на восьмую. Восьмая сильно быстрее. То есть даже вот из-за этого и там то, что там API совершенно более удобный, и, ну, короче, там куча плюсов есть. Просто прийти и сказать, мол, ребята, у нас есть, а, ну, то, что там, то, что старые версии Java, они уже не секьюрны по причине того, что security патчи на них могут уже и не накатываться. Это хороший аргумент для бизнеса сказать, мол, давайте проапгрейдим JDK. Ну, черт возьми, сколько можно. Дальше. На самом деле я хотел вот про эту штуку рассказать про первую, но потом подумал, что с библиотеками будет сильно проще, поэтому у кого Ant в продакшене или Make? Я вижу, ты, вы стесняетесь этого, да? Так поднимаете, ну, так, чтобы пальчики было видно, но, в общем, соседи не спалили. Хорошо, у кого билд, давайте пойдем дальше. У кого билд процедура работает нестабильно и иногда она там на некоторых инвайроментах фейлится? Другие немного люди подняли. Так вот, прикол в чем? Девелоперы очень часто не понимают важности этой билд процедуры. Вот идеальный флоу. Вы зачекауете лекод, причем неважно где. Вы каким-то магическим образом получили валидный артефакт и, скорее всего, вы его автоматически еще и задеплоили. То есть, билд процедура она не должна останавливаться вот только здесь. То есть, вот валидный артефакт это не является венцом билд процедуры. По факту, все, что вы делаете, прогон тестов, интегрейшн тестирования, акцептанс тестирования или автоматическое тестирование, если оно у вас есть, выкладывание на инвайроменты, на тестовые, на юэтишные, на продакшен, инвайроменты и так далее. Это все было бы неплохо автоматизировать, по причине того, что я видел кучу проблем, связанную именно с тем, что ваш инвайромент почему-то кто-то там ручками что-то поменял и у вас либо на том инвайроменте все работает, а на локальных инвайроментах не работает, либо наоборот. И находить подобные проблемы вы тратите кучу времени. Если вы просуммируете время, которое вы потратили на вылизывание билдов, на вылизывание каких-то недетерминированного поведения тестов, когда собственно тесты то проходят, то не проходят. У кого бывает такая ситуация? Так скромняшки тоже. На самом деле я подозреваю, что у многих эта ситуация бывает, потому что как только вы начинаете писать какие-то интегрейшн-тесты, ну если вы пишете общие интегрейшн-тесты, то там могут вылазить вот такие вот недетерминированное поведение, потому что там реальный мир и там собственно эти тесты могут не всегда корректно задавать последовательность операций. Так вот, если вы этого не делаете, если вы не занимаетесь обеспечением, не знаю, спокойствия ваших нервов, нервов ваших заказчиков, когда вы знаете, что вот если нажать на вот эту кнопочку build, то build там пройдет все стадии, если все окей, он выложится там на тестовый environment, где его тестеры тут же смогут подхватить, если у вас есть тестеры, конечно. Вот, или автоматические тесты там его начинают подгонять, и если все и там хорошо, оно сразу там идет на продакшн, или по крайней мере оно вам дает возможность нажать следующую кнопку, типа запустить на продакшн, и оно уходит в прод, потому что если там что-то не так, то вот эта кнопочка отдать в прод, она даже не появляется. Это называется continuous delivery, кто про такое слышал? Круто. Вот, то есть вот это, это тоже то, во что было бы неплохо инвестировать время. Бывает, что для этого нанимают совершенно отдельных инженеров, которые называются страшным словом DevOps, и они занимаются вот именно вот этим. Но по факту программист, который не знает, как собирается его артефакт, и как происходит процесс деплоймента, он может накосячить очень много вот в процессе, допустим, там коммита кода, куда-то, где кода не должно быть, или созданием какого-то модуля и полное игнорирования того, что этот модуль надо еще где-то зарегистрировать. То есть обычно это было бы неплохо, чтобы вы тоже знали про то, как это работает. Вот, а теперь самое интересное. Ну, нет, это еще не самое интересное, но это самое, наверное, будет познавательное. Давайте минут 10 на этом остановимся, потом небольшой перерыв, на там кофе вопросы, может быть печеньки. Вот. Так, кто знает, что такое регексы? Ух ты, пацаны, молодцы. А кто знает, что такое XSLT? Кто знает, что такое Java? Смотрите, как часто вы используете ваш девелоперский опыт для того, чтобы менять тот код, который вы пишете? Как часто вы пишете код, который модифицирует код или генерирует код? Как часто вы используете вот знания ваших там регексов, XSLT, для того, чтобы что-то в вашем коде поменять? Ну, проект билдится, заменяется куча пропертей. Ну, замена пропертей, во-первых, это обычно не вами делается, это делают какие-то там автоматизированные тузы. Я говорю про другое. Я говорю про то, что представьте, что вы получили проект. Вот, давайте я вам объясню, что делает вот этот верхний регексик. Кто понимает вообще, что здесь написано? Я его писал, я понимаю. Так вот, вот этот верхний регекс на самом деле, он пробегается по классу, то есть по класс-файлу, да. Он находит все public-static методы, вот, и в этих public-static методах он получает две группы. Первая это имя метода, точнее даже это сигнатура полностью вся, то есть это возвращаемое значение, это имя метода, это параметры метода, это возможные эксепшены, которые, вот, это первая группа будет, да. А потом он, все остальное до следующего public метода, он, условно говоря, игнорирует. То есть у нас результатом поиска и замены вот этой вот строки в классе, где есть статические методы, будет что? Будет, по сути, просто интерфейс. То есть интерфейс этого класса, но только уже не статическими методами, а с нормальными. Зачем это нужно было? Когда-то я попал в проект, где место там dependency injection, которого на тот момент, когда это писали, еще не было, там использовались static factory. И для того, чтобы это как-то преобразовать в то, что мы ценим и любим, чем гордится коллектив, да, то есть в dependency injection, нужно было как-то промодифицировать код так, чтобы вытащить вот этот вот весь интерфейс из статических методов. Причем мне нужны были только публичные методы. Никакие там protected, private и прочее мне не интересовало. Меня интересовали только вот публичные методы. Вот этот маленький regex с этой задачей справляется в течение там минуты, допустим. То есть пока... А? Вот. Это другая тема. То есть можно было, да, можно было на самом деле запустить скан по всем классам в каком-то пэккедже и попытаться сгенерировать на основании информации из Reflection. Но это Java. То есть так я это дело запускаю в IDE и быстренько так по файлам прогнал, и у меня получаются уже готовые интерфейсы. А так мне это надо было бы запускать этот довольно тяжелый проект, как-то там сканить эти все пэккеджи. То есть тоже можно было сделать, и на самом деле это было бы, наверное, более правильное решение, потому что данный подход, он не дает возможности, если вдруг какой-то идиот заэкстендил два класса, у которых там куча статических методов внутри, то эти статические методы, они там либо перекроются, если вдруг у вас совпадают сигнатуры, да, либо они все-таки, их можно будет вызывать из основного класса, ну точнее из класса наследника. То есть Java почему-то вот статик методы тоже как бы не наследует, но как бы их можно все равно использовать. Вот. И это вот простой RGX, который позволяет делать такие вещи, да. Вот это на самом деле простой XSLT преобразование, которое позволяет стратцевский конфиг перевести в спринговый конфиг. То есть, если мне нужно синтегрироваться, точнее, если мне нужно первый страт синтегрировать со спрингом, я знаю, как это делать. Вот так. То есть, можно сделать с четвертой версии спринга значительно проще, можно расставить просто аннотации над стратцевскими бинами. Вот. Но этот механизм тоже работает. То есть, что он делает, он берет, находит экшен-маппинги, вот, которые зовутся экшенами, вытаскивает оттуда класс и путь. В общем, этот путь уходит в bin.id, класс уходит в класс. И, в общем-то, мы начинаем создавать стратцевские бины с спрингом, и там надо будет еще прописать некий хендлер для стратца. В общем, эта штука позволяет, ну, опять-таки, за пару минут синтегрироваться с старым стратцем. Если у кого-то есть стратцевские проекты, вот, может, это вам поможет. Дальше. Немаловажный критерий. То есть, я уже говорил, да, там, про то, что мы можем использовать, там, джаву, можем использовать те тулы, с которыми мы хорошо работаем для того, чтобы помогать нам рефакторить старый код. Потому что, если как только ты понимаешь, как он устроен, какая там закономерность, да, ты можешь либо рассматривать эти классы, как просто текстовые файлы и бежать по ним, и там что-то заменять, да. Либо ты можешь действительно с помощью рефлекшена более детально углубляться даже в структуру, их в иерархии, и на этом основании чего-то другого генерировать. То есть, мы почему-то очень хорошо умеем пользоваться нашими тулами, имеется в виду, там, джавой, да, вот джавой, там, все, что там, SQL, RGX, когда оно нам надо для продакшн целей. Но мы совершенно напрочь забываем про то, что мы можем этими же инструментами пользоваться для того, чтобы рефакторить наш собственный код. Потому что, ну, это, я не знаю, почему. Наверное, потому что мы не очень любим писать код, который мы тут же выкинем после того, как используем. Вот. Но, ребят, поверьте, это намного безопаснее и намного быстрее, чем если вы это будете делать ручками. А еще хуже, если это ручками будет какой-то делать нездоровый зеленый джун. Потому что зеленый джун там может накодить вам такого, что в результате вы будете тратить еще больше времени на то, чтобы найти, где же он, черт возьми, протыкал эту запятую или символ какой-то. Да, с прототипированием. Прототипирование это безумно полезная вещь, когда вам нужно какой-то модуль переписать. Или когда вам нужно переписать весь проект. В частности, я сталкивался с уже готовыми фреймворками, ну, назовем это даже библиотеками, да, которые позволяют по некому, по некой схеме, сгенерировать хиберн, все что угодно, там, хоть хибернейтовские бины, сам SQL в базу данных, сгенерировать бизнес-уровень на уровне, там, крут операций, да, сгенерировать какой-то UI. Вы все можете управлять процессом генерации, потому что процесс генерации это, по сути, обычный там velocity-темплейт и фреймаркер-темплейт или какие-то другие разные темплейты, по которым вы, прочитав модель данных, вы можете сгенерировать простейшие крут операции. То есть, условно говоря, что вы получаете? Если у вас на должном уровне реализовано вот это прототипирование, вы берете там из Rational Rose или из Power Designer или из Vizio, там в этих тулах, в этих трех, я не знаю, может, есть еще какие-то, но в этих трех тулах точно есть встроенный язычок, который позволяет вам модель обойти и что-то сгенерировать по этой модели. XML, QXSD, JSON, неважно, какую-то структуру данных. То есть, словно говоря, передать то, что вы нарисовали в Vizio-диаграмме, передать это дело, сериализовать в какой-то понятный для вашего кода формат. И что потом? Вы потом смотрите на эту структуру данных и у вас есть связи все там, как entity друг на друга завязаны, как они называются, какие not null-поля, какие null-поля. Вы можете это все дело сгенерировать. Причем, еще раз, сам фреймворк, которым вы будете это генерировать, он, вы его один раз напишите и после этого вы можете это делать кучу, 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 кучу раз, так как вы привыкли это делать. То есть, если вы привыкли использовать там Hibernate, Spring и там, не знаю, GSF, вы будете использовать Hibernate, Spring и GSF, и он будет генерировать вам Hibernate, Spring и GSF. Если вам GSF не нравится, нравится там, допустим, AngularJS или, неважно, какой-нибудь client-site framework, он будет вам и JavaScript генерировать. То есть, вы затачиваете этот инструмент под себя. По факту происходит следующее. То есть, вы пишете скрипт, который вытаскивает вам дата-модель, по этой дата-модели вы засовываете эту дата-модель в Template Engine и получаете сгенерированный прототип. Да, он тупой, он может быть некрасивый, он может где-то там глючить, хотя нет, он не может где-то там глючить, потому что он сгенерирован, он будет глючить либо везде, либо нигде. Так вот, ну это, кстати, то, почему прототипы очень прикольные, вот такие сгенерированные. И по факту, что вы после этого получаете, вы получаете некий слепок, который вы можете показать заказчику и сказать, вот это то, что ты хотел. И он там такую, а для заказчика на самом деле UI на первых порах не особо важен. Он будет тыкать по там ордерам, может ли он создать ордер, может ли он напихать в этот ордер айтемов, может ли он там залогиниться или сделать какую-то фиговинку. То есть, он на это дело может посмотреть и сказать, вот здесь как-то не так, потому что ордер айтем на самом деле должен ссылаться еще на какой-то объект, и вы в визиодиаграммке это поправили, перегенерировали, показали вот так, он говорит, о, да, это лучше. То есть, еще раз, таким образом вы можете начать быстро показывать результат, а потом, естественно, этот прототип нужно выкинуть и сделать все по-правильному, потому что прототип, вы можете какие-то кусочки оттуда брать, но по факту, как только вы устаканили, что да, вот это та дата модель, которая вам нужна, и это вот то поведение, которое вам нужно, вот тогда вы делаете просто там, говорите, а, ну все, прототип, ты уже понял, что мы собираемся делать, мы уже поняли, что мы собираемся делать, у нас есть модель данных, у нас вроде более-менее есть согласие заказчика на вот эту структуру, все, начинаем. Таким образом вы, опять-таки, экономите себя кучу времени, потому что если вы начинаете разработку с нуля и делать это все заново, пишете опять-таки те же самые хибернейтовские классы, неважно, можете использовать даже Spring Boot, Spring Boot вам не особо поможет в написании бизнес-логики, а бизнес-логика на первых порах, она будет состоять только из крут операций, ну там практически ничего, кроме крут операций не будет. Вот, поэтому прототипируйте, но потом не забывайте от тел прототипов избавляться, потому что если вы начинаете потом этот прототип дорабатывать, у вас может произойти такая штука, что прототип, который был более, как это, более примитивен, эта примитивность, она может перекочевать в ваш код, и она вам там совершенно незачем. А был такой проект, как у вас о Spring Boot? Да, был такой. Но я на самом деле, я в основном работал с библиотекой, которая зовется Model G, вот, она там, черт знает сколько ей лет, она вполне может уже не развивается в принципе, но она вот позволяла velocity-темплейтики, да, velocity-темплейтики накидать, собственно, прочитать один раз структуру схемы и дальше уже генерируем, там есть возможность какие-то статические страницы, которые мы не, ну, которые мы не модифицируем, использовать, да, там возможность пэккеджи задавать, ну, то есть там вполне вменяемая система была касательно вот генерации именно прототипных вещей. Но более того, при современном развитии технологий вы можете это сделать сами. То есть сейчас нагенерировать на каких-то темплейтах, нагенерировать какого-то кода, совершенно не проблема, правильно? То есть я думаю, каждый из вас примерно понимает, как они это будут делать. Вот, но можно и посмотреть, да, и на Spring.ru, и на Model G, на другие технологии, которые в этом деле круты. Так, все, на этом мы пока прервемся. Сейчас я буду рассказывать всякие такие маленькие приколы, которые я умею делать, и, в принципе, это такие вот, ну, как небольшие кокбуки, которые вам могут помочь, примеры, которые вам могут помочь, как, собственно, справиться с напастью, если вы вот попали в Legacy проект, и там вообще ничего нет. Поэтому давайте начнем, наверное, с самого важного. Значит, Inversion of Control. Я буду говорить про Spring, но, в принципе, вы можете использовать любой контейнер. Кто уверен в том, что Spring — это дополнительная нагрузка, и она вообще не нужна в проекте, можно все сделать просто на вот каплинге классов, вообще безо всякого контейнера. Есть такие? Окей, один человек поднял руку, значит, давайте тогда быстренько, значит, Inversion of Control нам на самом деле очень круто помогает в том, чтобы dependency, ну, точнее, ладно, не буду говорить всякими dependency, для того, чтобы классы публиковали интерфейс сначала, а потом, чтобы они получали откуда-то из воздуха реализацию. Это реально очень круто помогает в, как минимум, двух вещах. Первое — это АОП. А АОП мы знаем, что с помощью АОПа мы делаем на текущий момент очень много вещей. То есть это транзакционность, это, может, какое-то логирование, это security, это, ну, профайлинг, ну, профилирование кода и так далее. То есть с помощью АОПа мы можем много чего сделать. Поэтому только даже ради АОПа имеет смысл в свой код вводить Spring, ну, или что-нибудь похожее на Spring. Да? И следующее — это возможность, скажем так, упрощенная возможность тестирования. Потому что если мы можем подменять очень легко объекты, одни объекты другими объектами, то в таком случае нам тестировать намного проще. Потому что в таком случае мы, во-первых, можем ограничить целый модуль, то есть не только юнит тестировать какой-то, ну, я имею в виду юнит как класс, да, а мы можем ограничить целый какой-нибудь кусок в нашем коде и запустить integration тестирование. Это довольно сложно, если мы завязались на конкретной имплементации. Вот. Что с ним? Предположим, что у вас, то есть вот я сталкивался в коде, заменяют инжекшн статик фекториями. Что это такое, если кто знает, кто-то знает, что такое, вот как используется статик фектория, да? Окей, значит, для остальных расскажу. Это когда вы создаете некий класс, называете, допустим, его DAOFactory, да? И в этом DAOFactory у вас, условно говоря, есть либо статические методы, которые возвращают вам реальные DAOшки, там, userDAO и так далее, да? Там есть getUserDAO, и он создает синглтоном этот userDAO, и либо он его где-то у себя хранит, либо он его каждый раз пересоздает, неважно. То есть, условно говоря, вызывая этот метод, вы получаете instance DAOшки, ну, или там instance сервиса, или instance какого-то другого объекта. Таким образом, вы как бы отвязываете, то есть, это тоже доспринговый или, скажем, до-dependency injection способ, как можно абстрагироваться от конкретной имплементации. Но это довольно офиговый способ, потому что вам его иногда нужно на время запуска тестов, вы исключаете с класс пасов, и это достаточно проблемно. Вот. Если у вас есть код, в котором нет dependency injection или inversion of control, никакого, да, но есть static factory, у вас это, в принципе, вам можно сказать повезло, потому что бывают намного более тяжелые случаи, мы их дальше разберем. Такие вещи можно очень легко интегрировать в Spring путем введения такой, кто знает, что такое атрибут в XML, в XML, в factory bin и в factory method, в Spring. Окей, в общем, вкратце, вот эта штука позволяет, то есть, factory bin и factory method позволяют возвращать instance не того класса, который вы прописали в поле класс, да, а объект, который возвращается вот этим вот factory method и из вот этого factory bin. То есть, там, в частности, можно дергать и статические классы и так далее. То есть, условно говоря, вы можете заинжектить ту factory, которая у вас есть, вы можете очень легко интегрировать ее со Spring, просто, ну вот, очень нативно. И дальше, в том коде, который вы потом используете, то есть, который вы потом пишете, вы медленно, но верно, то есть, вся идея этой миграции заключается в том, что тот код, который вы новый пишете, вы уже не обязаны использовать статические вызовы. Вы можете писать полноценные тесты, вы можете использовать полноценный, собственно, injection туда. То есть, да, у вас будет часть кода написанная по новому, часть кода написанная по старому, но главное, что между ними будет некий такой барьер, который не дает прорваться вот этому старому поведению со статистатик методами в ваш новый классный код. И второй момент, это вы инжектите внутрь вашей фектори, внутрь вот этого статик фектори, вы инжектите аппликейшн контекст и создаете все бины в аппликейшн контексте, и потом просто с помощью getbin вы из аппликейшн контекста эти бины, ну, те, которые нужны бины, те вы и дергаете. Это, скажем, более грязный способ, но он, зато он вам позволяет сразу инстанциировать классы, которые вам нужны, то есть, дао, там, сервисы и так далее, внутри спринга, а не где-то там внутри Java кода. Ну и потихонечку, еще раз, эта миграция, она нужна для того, чтобы построить сначала стену, а потом медленно из этой стены, то есть, вся идея, которую я дальше буду рассказывать, она говорит о том, что мы, когда мы работаем с Legacy кодом, нам сначала нужно этот Legacy код запереть, потому что Legacy код это как сыр или как, не знаю, как какая-нибудь очень вонючая субстанция, если ты ее не закрыл, если ты оставил хоть какое-то отверстие, она просачивается и начинает вонять везде, поэтому нужно сначала изолировать эту штуку каким-то образом, вот, либо изолировать тот код, который вы пишете, то есть, чтобы он не завонялся, и оттуда потихонечку из этой стены делать набеги, то есть, армию собрали достаточную, да, то есть, вам выдали какое-то время на рефакторинг, вы набрали эту армию, да, побежали там, разгромили какое-то село варварское, построили вокруг него заборчик, то есть, у вас уже больше территории, да, ну, в общем-то, мы не понаслышке знаем, как это работает, да, в Украине особенно, вот, то есть, по факту, если вы все делаете правильно, если вы строите достаточно прочный забор, чтобы Legacy Code не смог прорваться назад, и там нет подкрепления в виде джунов, которые переводят технику, собственно, чтобы разломать к чертям ваш забор, вот, или ломают его изнутри, да, то все должно работать, вот, это самый простой способ, то есть, вы построили уже сразу, у вас те люди, которые писали код до вас, они вам облегчили задачу, они уже, как бы, прототип, фундамент этого забора, вот этими статик факторами сделали, что, если это не статик фактори, что, если это просто статические методы во всех классах, то есть, ну, в общем, это ужас на самом деле, но с этим можно бороться, и мы видели кусочек регексов, которые позволяют из вот этих статических классов вытащить интерфейс, потом, собственно, можно запустить код, который по вот этим, вот эти интерфейсы поинжектит везде, где они используются, то есть, условно говоря, вы запускаете Java класс, ну, там, Java метод какой-то, да, который пробегается по всем файлам, по заданному паттерну, они обычно будут называться, ну, как-то более-менее унифицированно, там, какой-нибудь query, DAO, там, еще что-то, ну, как-то по какому-то критерию, или в пэкадже в каком-то они будут специфическом находиться, или вы как-нибудь их там выпишите в отдельный списочек, по каким классам надо бежать, и вот, в общем, вы пробегаетесь Java методом, собственно, по вот этим вот классам, более того, в восьмерке сейчас есть такой отличный стрим API, который позволяет такие вещи вообще очень комфортно делать, вот, и добавляете туда эти поля, ставите на них autowired, компоненты, или просто добавляете эти поля сразу в XML-ный Spring Config, если вы используете XML, ну, в общем, тут немножко сложнее, тут вам придется заниматься тем, что писать некий код, код-модификатор, который будет бежать по вашему существующему коду и что-то там менять, вот, то есть это сложнее, но это, с другой стороны, намного лучше, чем вы это будете делать ручками, потому что, во-первых, это надежнее, еще раз, любой сгенерированный код, он либо весь не работает, но если у вас там ифов не сильно много, типа, для этого сделать так, для этого вот так, а для этого, если у вас все под одну гребенку гребется, то обычно у вас оно даже на этапе компиляции скажет, о, пацан, ты что-то тут неправильно сделал, ты такой, а, да-да-да, поменял свой код-генератор, откатил в SVN или в ГИТе те ченджи локальные, которые ты наделал, и пошел заново, вот, то есть, условно говоря, ты берешь, выделяешь интерфейсы, там, с помощью методов, либо с помощью джавы, анализируешь референсы, это означает, что ты для каждого класса понимаешь, в каком классе какие референсы используются, то есть, какие статик референсы используются, это тоже можно довольно просто сделать, ну, кто понимает, как это можно сделать? Хорошо, давайте чуть подробнее, блин, написать бы где-то, ну ладно, представьтесь, что у вас есть статик вызов, мы примерно понимаем, что если Java, даже вот если мы по-простому идем, да, если Java Convention мы соблюдаем, то у нас статик вызов начинается с имени класса, вот, потом идет точка и вызов метода некого, вот, если мы понимаем, что вот этот класс, по которому мы сейчас бегаем, он завязан на вот этот вот класс, который мы только что вызвали, ну, статик, которого мы только что вызвали, то мы его добавляем себе где-то в мапку и говорим, значит, вот этот класс, он еще завязан на вот этот вот статический класс. Потом, когда мы пробежали по вот этим всем файлам, которые нас интересовали, мы что делаем? Мы потом из этой мапки достаем наше значение и вставляем такие филды в каждом классе. То есть мы, условно говоря, генерируем private, там, user.dao, user.dao, точка запятой. Private, там, log service, log service, точка запятой. А немало, ну, в журнале, плагинево, ботоливле, это написано, что такие common case? Это не совсем, нет, это не common case ни разу, потому что совершать вот такие вот движения, они, ну, короче, когда ты пытаешься самый-самый-самый legacy код вытащить из legacy, перевести его в более-менее современный подход, ну, по крайней мере, я про такие плагины не знаю. Я писал это руками, это не самая сложная задача, которая может встать перед человеком, и более того, она требует очень корректного тюнинга, потому что ты, может, на самом деле, ты хочешь там ввести какую-то иерархию этих даошек, может, и более сложную иерархию, чем просто наследоваться от BaseDAO или там от Base-сервиса, да, может, те там дженерики какие-то нужны или еще что-то, то есть, по-хорошему, это можно сделать заточено под каждый проект, условно говоря, вы можете переписать со статиков на нестатические вызовы буквально там за, не знаю, там за день. То есть, вы один день садитесь, там полдня вы пишете этот итератор по файликам, который собирает эту мапку, добавляет филды, там, маркает их аннотациями и всем-всем-всем-всем-всем, потом вы это дело запускаете, смотрите, что компайлер у вас перестал ругаться, окей, ну, то есть, там какие-то мелочи вы подтюниваете, и, в принципе, у вас есть уже прорефакторенный код, который должен работать правильно в случаях, если вы все, ну, условно говоря, если вы все сделали правильно. Если вы где-то ошиблись, у вас, скорее всего, все сразу завалится, вы просто не сможете поднять приложение после этого. Вот. Ну и, скажем, самый-самый-самый сложный кейс, это вот как раз мы рассматривали его, да, на светлой стороне, когда люди начинают писать что-то совершенно новое, в чем они совершенно не шарят, там может быть вообще черт знает что, там может быть статики, не статики, покрыто все синхронизм блоками, и если ты где-то его убираешь, оно все начинает работать совершенно недетерминированно, и, в общем, и так далее. В таком случае, ну, блин, чуваки, тут нужен персональный подход, я не знаю, то есть, на самом деле, такие проекты очень редко становятся легоси, потому что такие проекты обычно не доживают до продакшена. Но, если вдруг, вот, сошли звезды, вы получили именно такой проект, ну, мне вас жаль, да. Дальше. После того, как мы вот это, допустим, разобрались, или в нашем проекте уже есть некий inversion of control, то есть, мы уже можем каким-то образом интегрироваться с нашими другими системами, с нашими другими требованиями, или расширять как-то нашу легоси-систему. В таком случае возникает проблема интеграции. Интеграции старых фреймворков и новых. Ну, то есть, у нас есть новый Spring 4, там, сколько-то, да, есть какой-нибудь Top Link, который уже очень долго никто не разрабатывает, потому что он уже называется Eclipse Link, и, в общем-то, от Top Link, кто знает, что такое Top Link? Ну, GPA это, скажем так, Top Link, вот когда Hibernate был еще вот такой вот и ходил под стол, то люди пользовались иногда еще и Top Link. То есть, это, по факту, это ОРМ. И потихонечку этот ОРМ, он там развивался из каменного века, он потихонечку вылез в ОРМ, который поддерживает даже GPA спецификацию, но раньше этого всего не было. И вот как их связать, допустим, новый Spring и старый Top Link. Иногда эти, то есть, иногда вам везет, и в Spring, допустим, уже есть поддержка Top Link, и, может быть, даже именно та поддержка именно той версии, которая вас интересует. Это редкая удача, но все равно вам придется написать хотя бы какое-нибудь количество кода для того, чтобы допилить вот те интеграционные пробелы, которые есть в Spring или там в технологии, с которой вы интегрируетесь. То есть, условно говоря, но это мелочи. То есть, вы дописываете просто какие-то там 2, 3, 4, 5 классов, и у вас все продолжает работать. Все продолжает работать так же, как и работало до этого. Бывает, что, ну, оно немножко не так. То есть, бывает, что интеграция, она в принципе невозможна. По причине того, что технология, которую вы там использовали, она там завязана, опять-таки, на все статические вызовы, и вы только через статические вызовы можете с этой технологией работать. В таком случае вам надо либо писать свой собственный рэпер, который обычно, ну, немалый, немалый кусок, немалый кусок работы, либо искать способы, как бы от этого всего, ну, промигрировать на более новую библиотеку или на ту библиотеку, которую вы поддерживаете. То есть, это уже, опять-таки, очень сильно зависит от того, насколько вы шарите и в одной, и в другой библиотеке, и насколько вы представляете простоту миграции. Но для того, чтобы облегчить пилюлю, опять-таки, кодогенерация, то есть, то, что вы можете выбирать из того кода, который у вас раньше был, и генерировать на основании этого какой-то другой код, этого никто не отменял. Потому что, на самом деле, мы знаем, все ОРМы, они плюс-минус делают одно и то же. Там различия в деталях. То есть, даже если мы берем какой-то совершенно нечеловеческий iBatties, который с ОРМом имеет что-то общее, но по сравнению с хибернейтом он вообще даже не ОРМ, то даже их можно друг с другом смигрировать за некоторое количество действий. То есть, по факту, вы просто заменяете старую технологию, старый фреймворк на что-то более новое. Но для этого вы должны понять, как вы это будете делать, какую информацию вы собираетесь перетаскивать, какую информацию вы собираетесь перетаскивать автоматически, а какую лучше ручками сделать. То есть, это сложный кейс, но это тоже кейс имеет смысл сделать. И если вы его делаете полностью автоматически, опять вы получаете некую гарантию того, что оно либо у вас заработает все, либо ничего. Вот. Ну, опять-таки, ладно, гарантия это такая, условная гарантия. Так. Ну, если вдруг у нас интеграция, вот миграция, короче, не получается, нам все равно нужно всю эту фигню синтегрировать, тут очень клёво понимать, что на самом деле интеграция всего вашего барахла, который у вас есть в проекте, оно всегда заточено между интеграциями двух вещей. Не всего сразу. Вам не нужно интегрировать все сразу. Вам нужно интегрировать, допустим, там, Spring со Stratza. Это один кусочек работы. То есть, не надо пытаться туда же, в этот кусочек работы, засунуть еще там интеграцию Spring, Stratza и технологии A, или там Log4J, допустим, или вообще какого-то другого логирования. То есть, вы выбираете два поинта, и вы пытаетесь, вот, если вам приходится писать рэпер ручками, да, то вы пытаетесь понять, как можно с помощью Java, с помощью всякого рефлекшена, с помощью, возможно, кода генерации, имеется в виду, там, тем же Asma или еще чем-то. То есть, как можно вот этими технологиями преобразовать input из одной технологии, или из одного фреймворка, или из одной библиотеки в output для другой. И таким образом, вот этот вот bridge, он будет безумно тормозить, особенно, если вы его пишете, не имея опыта писания таких bridge, совершенно не парясь о performance, а парясь о том, чтобы оно вообще работало. Оно будет безумно тормозить, но, опять-таки, ваша задача не выпускать это в продакшен. Вот, это основное, да. То есть, эта штука, вот это вот, то, что вы сейчас делаете, это временная мера. Потому что вы построили этот забор, если этот забор прочный, и через него не пробивается ничего, это означает, что остальной ваш код в безопасности. И вы можете потихонечку выкраивать какие-то там, не знаю, дни рефакторинга, да, или там выбирать человека, если человек себя хорошо вел на протяжении недели, вот он на следующей неделе занимается рефакторингом, например. Потому что, на самом деле, это классно, когда ты берешь, выкидываешь тонны говнокода, вставляешь две строчечки, и оно продолжает работать, и работает даже лучше, чем работало. То есть, это дает тебе некое такое ощущение, что вот ты, мол, Д'Артаньян, а они все каки. Вот, те, которые писали. И это, ну, должно как-то мотивировать человека на свершение подобных действий. Потом, нужно помнить, что так как это временная мера, не тратьте на это кучу времени и кучу сил, и кучу ресурсов, и кучу кода. Как только оно заработало, этого уже достаточно для того, чтобы основные, основной код ваш был в безопасности. Если вы хотите, чтобы это было совершенно ballot proof решение, чтобы никто там не смог прорваться через этот забор вообще никогда, 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 то вы просто потратите это время, а потом вам будет самим жалко это выкидывать. Потому что вы потратили кучу времени на написание этого бриджа, а потом такие, да ладно, давай оставим, ну такой же классный бридж работает же, ну че ты. Вот, ну и попутно вы должны понимать, на что вы это будете заменять. То есть, как только вы начали писать этот бридж между вот технологией и всем вашим классным новым проектом, ну, новым в смысле отрефакторингом, то вы должны понимать, что, собственно, вместо вот этой каки вы будете использовать. И желательно, чтобы это было что-то очень похожее. Чем более оно похожее на ту какую изначальную, тем легче мигрировать будет. Так, да, это я уже показывал кусочек в XSLT преобразованиях. То есть это, ну, условно говоря, кусок, как мы можем проинтегрировать, допустим, стратс, который изначально не сильно клево со спрингом интегрируется в спринг. То есть вот это то, как выглядит стратсовский конфиг. Ну, там он больше обычно значительно и сильно жирнее. Так вот, есть какие-то пассы, есть какие-то типы, ну, точнее, это классы экшенов, которые создаются и, может быть, в них еще там что-то будет инжектиться. Вот тут вот есть форварды, эксепшены. Самый простой способ это все перевести в спринг – это сказать, мол, а, ну, мы вот этот тип убираем, он нам не нужен. А потом нам там есть какой-то хендлер резолвер или что-то типа такое. Вот там можно прописать специальный спринговый хендлер резолвер, который будет брать экшены, он не будет их создавать заново, он их будет брать из контекста. Там уже зависит от того, у вас экшены прототайпные или синглтонные. В зависимости от этого вам будут либо создаваться каждый раз новые экшены, либо будут браться экшены, которые одноразовые. Ну, один раз создались и живут надолго. Вот этот вот сорс преобразовать в спринговый, например, XML, можно с помощью вот такого темплейта. Кто знает, XSLT может потом это все дело рассмотреть, я не буду сильно на этом останавливаться. XSLT вообще мне очень нравится, классная штука, но проблема в том, что XML в Java становится все меньше и меньше. Наверное, XSLT тоже потихонечку будет выходить из моего рефакторинга арсенала. Вот, и дальше вот мы получаем такой результат. При этом по факту вы можете, естественно, усложнять темплейт, то есть у вас здесь может сразу в эти экшены что-то инжектиться, там куча всяких там логгеры какие-то, сервисы и так далее, и так далее. Особенно если у вас нейминг более-менее одинаковый, то вы можете, например, там в логаут-экшен инжектить автоматический логаут-сервис и таким образом упрощать потом рефакторинг этого всего барахла. Вот, дальше. Следующая проблема, с которой мы сталкиваемся, ну я сталкивался чуть больше, чем всегда, это до, если у вас особенно не было dependency injection в коде, то проблема с транзакционностью вылазит тут же на первое место. Причина того, что транзакции в старых проектах могут делаться ручками, то есть там в connection прямо так и написано begin transaction, а дальше уже в зависимости от того, мы получили exception или нет, либо rollback, либо commit. Чем это плохо? Это плохо тем, что из-за вот этих вот start, ну там, begin, commit или rollback транзакшенов мы в принципе не можем никак манипулировать уровнем. Вот там, где это прописано, там мы это и будем делать. А если мы хотим, допустим, убрать это из экшенов, ну из экшенов, из UI, и перетащить transaction уровень куда-нибудь на сервисный уровень, и там, допустим, создать потом какой-нибудь REST API или SOAP API, который мы тоже сможем дергать, и там все будет транзакционно и клево. Вот подобные рефакторинги, они безумно тяжелы в случае, если у нас не декларативный transaction менеджмент. Потому что в декларативном мы просто взяли, а там, в ООП аннотации, сказали, а мы теперь будем вешаться не на вызов методов UI, вот, какие-то там менеджер бинов или экшенов, неважно, а будем вешаться на сервис, и все работает. Все продолжает работать, потому что у нас транзакция стартует в начале метода, как только мы по стеку возвращаемся, у нас там в конце, ну, последними инструкциями экзекьюшена метода либо rollback, либо commit, в зависимости от того, мы получили exception или нет. Вот, и тут на помощь опять-таки приходит, у нас есть уже контейнер, мы можем каким-то образом влиять на то, как будут работать вот эти вот коммиты и rollback и так далее. То есть, если у нас уже все готово и мы уже синтегрировали, значит, мы ничего не делаем, мы просто радуемся жизни, если у нас уже декларативный менеджмент транзакций как-то есть. А если у нас его, вот, мы его ручками делаем, да, нет, стоп, что-то тут со слайдами не то. Ай, где мой слайд? С этим слайдом все понятно. То есть, если у нас транзакции даже не выделены в каких-то местах, а мы непонятно, где их создаем и непонятно, как они у нас открываются, то, ну, в общем, это очень грустно и тут, наверное, мои рекомендации вообще никак не помогут, потому что это безумно сложно менеджить хоть каким-то образом. То есть, если транзакции сами, вот, там, стоит auto-commit true и там statement и как-то, в общем, отрабатывают, то это безумно тяжело, потому что там данные теряются. Ну, в общем, это другая история. Такие, опять-таки, такие приложения, они обычно редко доживают до состояния legacy. Если они к вам попали, скорее всего, это приложение было очень долго в консервации и тогда имеет смысл, может сказать заказчику, что это немножко не то приложение, которое ему нужно. А, типа, давай все-таки попытаемся написать чего-то более продуктивное. Вот. Что мы делаем, если у нас есть вот эти классические begin-commit rollback в try-catch finally или в try-catch блоках? Тогда мы, опять-таки, используем, если у нас уже есть transaction manager. То есть, обычно такие вещи делаются с помощью transaction manager, внутри которого сидит thread local, который помнит о том, о состоянии, условно говоря, вашей транзакции. Вот. Ну, то есть, это так делается в старых legacy проектах, где transaction manager программный, то есть там все это прописывается ручками. Если он уже есть, круто. Если его нет, то мы, в принципе, можем на все connection, которые мы получаем, опять-таки, пробежаться по всем классам, где у нас используются вызовы коммитов, rollback'ов и старта транзакций, где мы работаем с обычным connection, да, мы можем использовать там, подставить туда вот этот transaction manager, этот transaction manager самим написать, сделать в этом transaction manager thread local, который будет помнить о connection, который сейчас активен для этого потока, и его закрывать, как только, в общем, мы вызвали коммит или rollback. Ну, и открывать, соответственно, на begin, то есть брать этот connection из data source, открывать его, говорить, вот мы стартанули транзакцию, мы крутые. Вот. А потом, следующим шагом, а это может все происходить через статические вызовы, тут, на самом деле, нет никакой разницы. А следующим шагом мы берем в этот наш мануальный transaction manager, вставляем спринговый transaction manager, который platform transaction manager и так далее. Там есть тоже методы, которые позволяют работать с текущей транзакцией. И что мы делаем? Мы на begin просто вызываем, мы получаем текущую транзакцию, а на commit и rollback мы не делаем ничего. То есть мы просто оставляем эти методы пустыми для того, чтобы проверить, что у нас хоть что-то работает. После того, как мы это написали, нам нужно сделать аопом, опять-таки, если мы уже все, все классы завернули куда нужно, то мы аопом делаем, собственно, декларативный transaction manager. Менеджер описываем, где у нас должна начинаться и заканчиваться транзакция. Поначалу это может быть вообще на всех классах. То есть вы можете сказать вообще вот все классы, где только можно. Вот сделай там, пожалуйста, создание транзакции и ее commit после того, как ты оттуда вышел. То есть это как минимум гарантирует вам то, что у вас, по идее, если в старом коде не было стрёмных мест, где в одном методе у вас транзакция начинается, а где-то там в другом методе она может быть заканчивается, то есть коммитится или rollback. Если таких стрёмных, совершенно стрёмных мест нету, то тогда это будет работать. Если есть вот такие вот разорванные места, это может работать. То есть может, а может и не работать, да. Но в таком случае вот эти вот стрёмные места, их нужно будет ручками находить. Опять-таки там через RGX и находить, где у вас вызывается begin transaction manager, а где мы забываем закоммититься. Можно поставить логер аоповский, то есть который будет на самом деле говорить для каждого треда. Вот мы здесь начали транзакцию, но мы из этого метода вышли и ее не закрыли. И типа alert такой в лог закинуть, сказать вот в этом классе проблема. И потом просто проанализировав лог на запущенной системе, вы можете прийти к выводу, что вот тут вам надо чего-то попатчить. То есть условно говоря, как только вы вводите вот этот transaction manager, у вас есть возможность каким-то образом, во-первых, анализировать то, что у вас происходит с транзакциями. Это безумно важно, потому что отлавливать нетранзакционные или как бы не атомарные записи в базу, это еще то удовольствие. То есть я считаю, например, что проблемы с многопоточностью, проблемы с transaction management это очень близкие по духу проблемы. Только с transaction management мы уже более-менее знаем как работать, да, с многопоточностью еще не совсем там. Еще только технологии, которые позволят нам точно так же легко декларативно параллелить наш код, они только вот еще разрабатываются. Поэтому, как только вы вот такое сделали с GET и как только оно у вас все заработало, дальше вы можете спокойно пробежаться по коду и все упоминания transaction manager удалить. То есть если у вас вот эта штука заработала, значит она вам уже не нужна. То есть эта хрень, она вас спасет, если у вас оно не заработало, а вам нужно срочно чего-то куда-то заделиверить, вы возвращаете назад begin, commit, rollback и пытаетесь по логам понять, где же у вас собственно косяк. Ну, по логам, в смысле вы вот тут вот в begin, commit, rollback добавляете просто дополнительное логирование. Вот, все, со скучными, да, со скучными вещами мы практически закончили, сейчас давайте прервемся на хихоньки-хахоньки. Значит, то, что я вам сейчас буду показывать, да, это вот те правила бойскаута, да, то, что я вам сейчас буду показывать, это нифига, это я не придумывал код специально для презентации. И, в общем-то, это все взято из продакшн-систем, из легоси-систем, я вам скажу, многолетней давности. И не всегда, вот это, например, индусовский код, но я вам покажу потом наш отечественный родной код, который писали люди, которые сидели со мной в одной комнате. Я специально говорю, что это прошедшее время. Вот. Так вот, что здесь происходит? Ю-ху! Мы говорим, циклы – это медленно. Мы же понимаем, что циклы – это там, компилятору надо как-то с этим разбираться. И что мы делаем? Мы создаем, ну, там, 30 листов. Ну, тут как-то мы, в общем, да, маленький этот экскурс в бизнес, там еще и со структурой данных было прикольно. Там вот эти атрибуты – это такая очень дженерик-система, и там вот ребята решили, что в каждой сущности у нас будет примерно там по 30 разных атрибутов. Ну, не так. Атрибутов может быть до 30. Поэтому в базе данных под вот эту сущность мы выделили 30 колонок атрибут 1, 2, 3, 4, 5 и так далее. До 30. Они так и назывались. Они так и назывались. Да, да, это вот копипаст, по сути. Ну, я немножко… Тюкл Древн Дрова. Подожди. Потом. Чуваки все-таки решили, что, ну, по резалцету, размера которого они не знают, надо все-таки итерироваться. Но это вынужденно. Потому что внутри вот эти ифы, их там по 30 штук. То есть 30 рейлистов, 30 ифов, которые пишут каждый свой атрибут. Вот, ну, вот в такую нормальную сеточку. А потом мы по каждому из атрибутов выбираем уникальные значения. То есть это нужно, на самом деле, для того, чтобы показать комбо-боксы на UI с уникальными значениями по каждому из атрибутов. Вот этот код, ну, там он большой. Там на UI было такое же. То есть на UI, там, где надо было эти комбо-боксы написать, там было вот копия отпащена. Там было много-много-много такого, такой веселухи. Но это еще не самое смешное. Самое смешное сюда не влезло. Это там, кроме всего прочего, у сущностей были интервалы. Интервалы, интервалов могло быть 300 штук. Ну, то есть 5-минутные интервалы в сутках, там их порядка 300 штук. Потому что иногда в сутках бывает 25 часов. Вот. Так что вот с интервалами там, конечно, такого ада не было. Но я представил, что было бы просто идеально, если бы и с интервалами такое люди написали. Так вот, вопрос. Что каждый из вас сделал для того, чтобы я не увидел этого кода? Хоть кто-то из вас, вот когда вы видите вот такой вот код в продакшене или там в системе, которую вы разрабатываете, начинаете ли вы его патчить сразу? Кто начинает? Вот. А остальные чего молчат? Ну, то есть, серьезно, ребят, вы же понимаете, что здесь совершенно... Вот эта вот тема, она совершенно безопасно рефакторится циклами. То есть, хотя бы циклами. То есть, я не говорю про то, что там можно было сделать что-то более умное, но хотя бы циклы. Ведь тут же ж 1, 2, 3, черт возьми. Ну, то есть, вообще никакой проблемы это все за рефакторить. Но реально этот код дожил до 2012 года, когда я его наконец-то увидел и поменял. Но это не потому, что я такой клевый. Я вот просто не понимаю, чего боятся все остальные. Неужели страшно? Кому страшно вот такое рефакторить? Ну, треба просто знать, что досконально. Да, оно создает 30 рейлистов. Ну вот, досконально, ты знаешь. 30 подряд рейлистов. Рейлист 1, 2, 3, 4. Я на базе импакт в бизнес-кейсе. Чему ты так написал, понимаешь? Да, понятно, что... Еще раз. Я не против того, чтобы понимать импакт в бизнес-кейсе. Но здесь, кто знает определение рефакторинга? То есть, на самом деле, если я, может быть, для остальных тогда скажу, это замена куска кода на такой же, условно говоря, кусок кода, который делает точно то же самое, но ты его как-то более по-другому структуризируешь. То есть, здесь замена очевидна. Ее, ну, можно было даже по-тупому сделать, создать, допустим, массив с этими рейлистами, пронумеровать его и, в общем-то, из этого массива потом добывать данные. То есть, совершенно эквивалентная замена. Но вы бы сэкономили тут немало строчек кода. Я не помню, сколько, ну, можно так примерно прикинуть, что больше 100. Вот, даже больше 300. Так вот, вы бы сэкономили эти 300 строчек кода, которые ты читаешь с помощью прокликивания пейдждауна, до состояния, когда этот код можно прочитать и понять, что он делает. И более того, его, возможно, где-то можно было бы еще и сэкономить. Вот. Короче, не бойтесь. На самом деле, вот такие вот ченджи, они как раз и делают вот эту полянку чище. Итак, другая проблема. Ой, это почему-то такой, вообще, болезнь программистов делать универсальные компоненты. Вот ко мне на перерыве подошел парень, спросил, значит, что надо делать, вот если, чтобы код читать можно было проще, комментарии расставлять. Я говорю, да нет, комментарии, это плохо. Надо как-то по-другому. И вот надо писать как можно проще. Все знают кис принцип или ягни и так далее. Но кто ему следует? На самом деле, хочется же написать что-то универсальное, что ты написал один раз и навсегда. Как вот любовь, она вот должна быть такой, да? И почему-то вот во все времена я вижу, как люди пишут универсальные, блин, компоненты, которые настолько ужасны. Именно по причине их универсальности. Ребята, вот это, это первая страничка. На второй страничке будет самый ад. Я никогда не думал, что такое можно написать, но это, это божественно. То есть вот... Нет, это тоже, скорее всего, писали какие-нибудь румыны. Ну, как отечественные. То есть не индусы, да, стопудово. Это не индусовский код. Но вот это вот, как мы сравниваем календарь, мы получаем некий value. Мы получаем, ага, это value компаратор. В смысле, календарь. Мы начинаем их сравнивать. И вот эти вот цепочка if-ов, она режет глаза и все остальное. А потом, потом ты спускаешься дальше и понимаешь, что ты еще ничего не видел. А вот так сравниваются Boolean. Они некорректно сравниваются по причине, там, ну, разным причинам. Но вот это, ребят, это факт. То есть мы приводим Boolean к строке для того, чтобы сравнить его с true, что никогда не равняется true по причине того, что эта строка заинтерненная, а это строки не заинтерненные, они разные. А мы их сравниваем по референсу. Да, насправед, требует поревнивать с довжиною. Этот пример я видел, я ржал над ним до того, как я увидел это. Эта штука, это вот я увидел в продакшене, это, черт возьми, это долго там было. Оно очень долго там было. Да, я же говорю, где-то я в 2013, наверное, году это увидел. А до этого эта система была, и она причем использовалась во многих странах. Это довольно мощная корпорация разрабатывала. И вот этот код тоже во многих странах работал. Люди деньги на этом пытались заработать. Ну да, условно говоря, этот компаратор, он использовался только для UI, и это очень сильно спасало ситуацию. Потому что на UI, в принципе, эта сортировка не особо нужна. Но это, я считаю, просто хитяра по причине того, что вот еще более усложнить компаратор, ну, я покажу потом, как можно, но это тоже хорошо. Вообще, программисты, как оказывается, над какими-то простыми компонентами особо не заморачиваются. Вот если есть какая-то сложная задача, мы ее начинаем структуризировать, пытаться разбить там на слои, на какие-то взаимосвязанные маленькие кусочки, которые как-то друг с другом очень оптимально будут дружиться. А если нам нужно написать компаратор, мы садимся вот так. Хорошо, если мы пользуемся какими-нибудь библиотеками для этого, вообще не думая, как они работают, или автоматической кодогенерации. Неприятно этот код потом читать, но оно хотя бы работает, если мы туда потом не лезем ручками что-то там подправить. Но это не работает. Но и это ужасно. Я не знаю, как это можно было сделать. Дальше. Совершеннейшее вот желание написать что-то свое, если есть уже что-то стандартное. Not invented here. Это бич, который преследует молодых, особенно молодых программистов. Я так понял, что здесь немало таких вот молодых ребят сидит. Ребята, запомните. Обычно все, что вы пишете, оно хуже, чем было написано до вас. Серьезно. То есть вы можете, конечно, сказать, да нет, это не мой случай, я идеален. Но даже я, то, что те вещи, которые я пишу, потом я смотрю на то, как это было реализовано в других местах, а у меня опыт работы там порядка 15 лет. Я потом смотрю и думаю, вот старый идиот. Бью себя, значит, рукой по лбу и говорю, ну ладно, 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 все, выкидываю и переписываю. Или там использую ту библиотеку, которую я нашел. Но вот это. Это же пестня. Это штука, вот, комментарии, да, вот касательно комментариев. Вы видите, насколько нафиг они здесь не нужны. То есть это же, по-моему, просто очевидно. Во-первых, мы находим операционную систему по сепаратору. Такие, это винда, я знаю. Только в винде вот эти вот обратные слыши являются файл-сепаратором. Отличное решение, че? Ну, потом мы вызываем cmd, то есть, ладно, тут надо... Короче, мы формируем командную строку, которую мы потом... А, вот, вы же понимаете, что без вот этого комментария оно не будет работать. То есть, если мы gc не вызовем, у нас все завалится. А потом мы экзекьютим, собственно, наш код, который мы вот тут вот насобирали, да. При этом, прикол в том, что пацаны под линуксом, а так как таргет-платформа была линукс, собственно, пацаны работали под виндой. Тут всего два варианта, да. И под линуксом они почему-то использовали командочку mv, да, ну, для мува файла. А так как человек был не сильно осведомлен в том, как эта хрень работает, да, то когда ты экзекьютишь команд из... Ну, когда ты в линуксе экзекьютишь вот так вот процесс, то он не получает bash профайла. Ну, имеется в виду, там, если это bash shell или sh профайл. То есть, словно говоря, все пути, которые прописаны в пасах, да, они отсутствуют. Соответственно, там просто командочка mv, надо было ей полный путь указать, да, то есть, там, bin, mv или sbin, я уже не помню, где она находится. Вот. Ну, чуваки посмотрели, mv не работает. Что они сделали? Они создали sh-овский скрипт, в котором что находится? mv, доллар один, доллар два. А когда ты запускаешь sh-овский скрипт, то, ну, shell в sh-скрипте, там сверху написано, каким shell-ом его поднимать, и, собственно, дефолты туда, как раз туда просечиваются. То есть, там mv-командочка находится. Все, идеально, только это нафиг никому не нужно. И потом мы ждем, пока же, собственно, наш процесс запустится и что-то сделает, и дестроим его. FreeUpMemory. Ну да, как-то так. Кто знает, как это можно было написать по-другому? Бинго! В классе файл есть метод. Rename. Черт возьми, он делает то же самое. Не, ну, когда Коля Алименков это увидел, я ему когда-то это присылал, он говорит, да не, ну, тут же все четко, мы можем контролировать, собственно, мы можем там через FTP этот файл пересылать и так далее. Вот, но мы не пересылали этот файл через FTP, в общем-то, ну, как бы, вот вместо файла Rename вот эта вот хрень, она жила в продакшене. Тоже довольно долго. Поэтому и файлик вот этот вот Move, который звался там MVSH или как-то так, он тоже там был. Вот. И все это было, да, вот, ребят, это тоже наши, ну, наши, какие-то программисты писали. И при этом у меня есть подозрение, что они вообще не понимали, как, как, собственно, система должна работать. Они не читали, не понимали, что такое файл, что там есть это уже. Они не удосужились пойти в Google и спросить, как мне переименовать файл или как мне перенести файл из папочки в папочку. То есть это безалаберность, которая порождает реально фиговый код. Вот здесь это совсем свежий legacy, это написал один из моих джунов. Вот. И в принципе здесь не некрасивости кода, а здесь гребаный memory leak. То есть чувак просто взял и заинтродюсил memory leak. Кто скажет, где вопрос на пакет? Как? Инстанс инстанс на каждый инстанс. Правильно. То есть, условно говоря, этот код, находящийся в managed bin, который каждый раз создавался. Вот. И так как вот это не статическая инициализация, а вот это статический инстанс, то мы в этот статический инстанс постоянно добавляли одни и те же общины. То есть с каждым обращением, условно говоря, к managed bin у нас этот лист становился все больше и больше и больше. Просто там прикол в том, что GSF-ный компонент, который мы использовали, он дубликаты по ID-шнику, он их как-то отсеивал, то есть их не было видно, но оно постихонечку становилось все медленнее и медленнее и медленнее. И идея, вот тогда я сказал, настучал человеку по рукам и сказал, если ты не будешь слушать, что тебе твоя IDE говорит, то в таком случае ты, наверное, будешь писать в блокноте, потому что IDE тогда незачем. И реально IDE ему подчеркивает и говорит, чувак, у тебя там не статическая инициализация, ты уверен, что ты так именно хочешь делать? А у него вот это вот желтенькие штучки, которые говорят, там какая-то проблема, он на них не смотрит, он педалит код. Кто обращает, кто вылизывает свои классы, с которыми вы работаете до состояния, когда они зелененькие или хотя бы когда вы понимаете, что каждая желтая хрень значит? Почему остальные этого не делают? Зачем вы используете IDE вообще? Ну явно не для код комплишена. не серьезно, блин, даже блокнот умеет код комплишен подсказывать этот ноутпад плюс плюс. Зачем вам IDE, которая там стоит либо больших денег, либо небольших денег, либо бесплатная, но очень долго загружается и очень медленно работает. Зачем оно вам, если вы им не пользуетесь? Есть уйма проблем, которые пропускают, то есть вот ты там занимаешься, как обычно копипаст девелопментом, да? Я потом такой бац и вроде как все окей, но IDE тебе начинает говорить, вот тут, чувак, у тебя неиспользуемая переменная. А ты такой, да ну ее нафиг. А потом оказывается она действительно неиспользуемая, ты забыл ее вернуть. Ты возвращаешь какую-то вновь созданную, а вот эту переменную, которую ты ради которой ты все это собственно делал, писал огромные конвертеры, и ты просто ее игнорируешь. По факту вот эти статическая и не совсем статическая верификация вашего кода это офигенная возможность, которую предоставляют вам просто вот так вот. Возьмите и пользуйтесь. Дальше. Мы же хотим сделать все надежно. Вот это другой бич девелоперов, которые начинают творить вот такую вот фигню. А это кстати используется туплинк в качестве ОРМ. Но все класс. Мы обрабатываем датабейс эксцепшены, если мы не можем залочить какой-то объект, то есть это pessimistic лог, который нам нужен, и мы хотим чего-то залочить, какой-то объект в базе. Если мы не можем его залочить по какой-то причине, потому что у нас новое стоит лог, то есть мы не ждем, если у нас уже этот объект залочен, ну этот рекорд в базе залочен, мы просто падаем. Если мы падаем, мы что делаем? И попадаем в рекурсию, которая в принципе не имеет конца, и мы можем успеть переполнить стэк, потому что это достаточно быстро крутится. Мы можем успеть переполнить стэк до того момента, когда мы на самом деле все сделаем. По факту, может быть, джид умудрится, что это тейл-рекаршен и свернет его в цикл, в бесконечный стэк мы вообще не будем использовать, но если вы делаете какой-то механизм, который должен работать 100%, пожалуйста, придумайте, как вы из этого механизма будете выходить, потому что делать бесконечные циклы на просто бесконечные ретра это плохо. То есть, возможно, вы просто таким образом сами же убиваете свое железо, потому что есть такое понятие, как дидос, все знают, что такое дидос. Но вот иногда вы можете дидосить не через интернет или еще что-то, а вы можете дидосить свои же ресурсы. То есть, представьте, что у вас там временно какой-то инстанс выбыл из строя, и вы берете и начинаете генерировать адовый трафик на другой инстанс, который вдруг лоуд-белансером попался. Зачем такое делать, если в принципе ваше приложение может в каких-то местах упасть и сказать, все, я дальше не знаю, что делать, там перезапускай меня или выставляй какой-нибудь тайм-аут или еще делай, что хочешь, но какой-то выход разумный с этой ситуацией должен быть. О, а вот это уже мой бывший сотрудник описывал API. Это другая тема. я хочу да, вот представьтесь, пожалуйста, Максим, да, вы выиграли кулечек на тему memory leak, да, а вот этот другой, но тут вряд ли кто-то вообще выиграет что-то. Я хочу вас спросить, сейчас я вам покажу интерфейс, и я хочу спросить, что этот интерфейс делает, какая его задача. по факту вот тут тут просто комок, комок всего, то есть парсер, у которого есть методы setReport, setReport, getReport, saveDelete, параметры какие-то, еще saveReport, другой, то есть есть setReport, есть save, есть saveReport, есть, короче, все, единственная проблема в этом классе, которую я могу вот так четко назвать, это вот query с большой буквы. ну типа не по фэншую, потому что все остальное здесь настолько адово, вообще неконсистентно, что в принципе вот это точно проблема, ее легко исправить, а все остальное я не знаю, то есть я боролся с этим классом, недолго боролся, да, проблема в том, что этот класс, он за счет вот этого универсального API, он используется во многих местах, очень часто в этих многих местах используются одни методы, в других местах другие методы, но в общем это не важно. Важно то, что этот класс меня победил. Вот это вот один из, одна из имплементаций PM Scan Report, который Extended Abstract Parcer, который имплементит парсер, и в нем 1500 строк. при этом, что на самом деле единственный, там, по-моему, один метод нужно было реализовать тут вот, то есть только один метод нужно было реализовать, и по-моему, это был либо Safe Report, либо Safe, ну в общем, что-то из этого. Все остальное реализовывалось в Abstract Parcer, и там было еще несколько тысяч строк. То есть это огромная свалка всякой ерунды. Почему так получилось? Есть у кого-то идеи? Потому что есть такой идиотский способ реализации интерфейсов, это когда ой, мне что-то тут метода не хватает. Я в том, вроде все классно получается, но вот если бы этот был метод, мне бы не пришлось кастить, а кастить это же плохо, в общем, тогда мы будем, ну давай я добавлю этот метод, его никто больше не использует, но я его все равно добавлю, потому что касты я не люблю, касты это плохо. Все же знают, что касты это плохо. И инстанцов это тоже плохо. И в общем-то лучше, когда это все в интерфейсе. И в результате получается вот такой вот франкенштейн, которого писали один джун, два синьора, потом еще один джун, потом еще два синьора, потом один синьор, но он довел это дело вообще до идеального совершенства. А потом третий чувак на это все дело посмотрел и сказал, почему у нас вот сейв метод, это же непонятно, что он должен делать. Давайте сет-репорт и сейв. Создадим метод сейв-репорт. Так же ж лучше. Вот. Реально лучше же. Вот. Гибкий интерфейс, и нам не надо два раза метод вызывать. И там начинается просто какая-то адовая хрень внутри. Поэтому, ребята, если вы видите, что ваш интерфейс используется, ну точнее метод в интерфейсе, который вы хотите добавить, будет использоваться только в одном месте, мне кажется, вы делаете что-то не так. Потому что, как только вы вот в такую штуку упретесь, даже очень профессиональный рефакторер типа меня может склеить ласты от такого. То есть, я еще все на эту штуку смотрю и думаю, как же я ее буду рефакторить. Хотя уже даже вот эту штуку не исправлял, потому что, в принципе, как бы не особо поменяет. Но, реально, когда вы занимаетесь API-творчеством, пожалуйста, держите себя в руках. Потому что, если вы вот такое начнете педалить на каждом шагу, ваши системы, они никогда не попадут в продакшн. А если попадут в продакшн, то первый мейнтейнер, который туда внутрь заглянет, будет болтаться шеей где-то в петле. Потому что, это невозможно. Если вам нужно здесь что-то поменять, вы не понимаете, как оно работает. Этот API не говорит, как его использовать. Он не говорит, что он делает. Ни один из этих методов, во-первых, он не подписан JavaDoc'ами, но это даже не эта проблема. Проблема в том, что этот интерфейс чудовищен. Не делайте так. Нет. Нет, ну какая разница? Ну, ты смотришь, что тесты, значит, тут set report, save, там save report, там delete, там еще что-то. Ну, посмотрел ты на эти тесты. Но тебе легче станет? Ну, так эти тесты не говорят тебе о том, как этот интерфейс использовать. Они тебе не говорят, что там внутри. Вот, это еще один компаратор. Ах, это вот тот случай, когда девелопер просто садится и начинает колбасить. Это даже не сгенерированный код, потому что я проверял и идея и эклипс генерируют вменяемый код вместо вот этого. Нам нужно нам нужно сравнить на самом деле два объекта по четырем критериям. То есть есть там какой-то объект trade confirmation, внутри него есть offer, нам нужно сравнить по trade интервалу, вот, нам нужно сравнить по типу, нам нужно сравнить по имени и по так, по имени и по идентификаторам. Все. То есть в принципе больше нам ни в чем сравнивать не надо. Но я тут поубирал немножко кода, да, то есть оно на самом... Это четыре критерия. И мы делаем вот такой вот вложенный if, if, else, if, else, которые которые нужно дебажить, чтобы понять, как на самом деле оно будет работать. То есть оно страшно выглядит и вряд ли кто-то захочет сильно копаться, если там вдруг бага какая-то. Ну, то есть вряд ли кто-то сюда залезет и скажет, а, так очевидно, вот же ж проблема. Если вы пишете такой код, это нехорошо. Как писать, как вот этот код можно промодифицировать, чтобы избавиться от вот этой вот излишней вложенности? Кто скажет? Как минимум ретурн. Ретурн. Ретурн где? Ну, это библиотечный корпоратор. То есть отлично, что вы понимаете, что есть какие-то библиотечные корпораторы, компораторы, что есть возможность вместо вот этого value равно 1 вставлять ретурны, тогда else-блоки не нужны. Это хорошо. Вот, ребят, пожалуйста, не пытайтесь сделать какие-то вот такие копипастные решения. Если вы видите, что здесь что-то можно упростить, вот опять-таки тот же правило бойскаута, здесь оно менее очевидно, но с другой стороны, потому что по факту здесь очень важно рассматривать вот этот flow, потому что если вдруг вот этот if как-нибудь потом, после того, как мы вернули value минус 1, как-то здесь потом это value поменяется на единичку, потому что мы должны четко понимать, что вот это присвоение оно финальное. То есть если бы здесь вот этот int value был хотя бы final, мы понимали, ну, final мы его здесь не можем сделать, потому что нам его нужно было бы сразу присвоить, но если бы мы могли допустим вытащить это дело в переменную класса и точно гарантирует, что у нас нет переприсвоения этого value, тогда окей, тогда мы просто заменяем это на return и все работает, но оно может быть намного более комплексно, это всего лишь 4 поля. Но если вы видите такие вещи, постарайтесь их привести более-менее в соответствие с тем, что на самом деле требуется, потому что с компараторами как раз это большая беда. Я вот на собеседованиях когда задаю вопрос, мол, ребята, как написать какой-то компаратор, обычно люди начинают фейлиться, сильно фейлиться, то есть они начинают придумывать ужасные вещи на тему того, как сравнить два объекта по двум критериям. И это на собеседовании сеньоры с хорошим опытом работы. Я не знаю, почему именно компараторы, но вот как-то такой вот бич с компараторами. Ладно, веселуха закончилась, давайте теперь займемся брейнштормингом, в смысле этим, брейнвошингом небольшим. Это мы уже немножко посмотрели, как оно может работать, transaction management, dependency injection, все такое. Давайте разберемся с тем, как имеет смысл подходить. Так, мы уже немножко убиваемся из времени, да? Так, давайте тогда ускоримся. Смотрите, среди legacy проектов 100% проджектов являются успешными. Это означает, что если вы работаете на legacy проекте, это вы работаете на успешном проекте, проект, который состоялся. Не проект, который когда-то может быть выпустят в production, а может и не выпустят. вот среди плохих проектов не все проекты legacy. Это мы уяснили еще из первой части, То есть из соответственно успешных, из плохих проектов успешных крайне мало. Когда вы думаете, точнее, когда вы беретесь за legacy проект, здесь очень важно понимать, эта штука, она живая, она рабочая. То есть это я обожаю сравнение девелоперов с докторами, об этом чуть-чуть попозже. Но когда вы видите какую-то фигню, которую вы не понимаете, если вы сами себе устраиваете, сами себе говорите, да это какая-то фигня, это сто пудов какая-то фигня, ну да, наверное, это какая-то фигня для вас, но по факту это может быть фигня, но по хорошему, прежде чем ее удалить или там прорефакторить, вот в случае с 30 рейлистами там понятно, что это такое, это просто дублирование кода, который мы можем легко заредюсить, даже если ты не понимаешь, что эти 30 рейлистов делают, ты можешь создание рейлистов вытащить в отдельный цикл, ты ничего не поломаешь в этом. Дальше, когда вы сталкиваетесь с проблемами, есть два майнсета, и собственно с легоси проектами это ну так чуть-чуть тоже коррелирует, когда вы видите проблему, можно себе в голове представлять, вот меня опять заставляют заниматься какой-то фигнёй, мама меня заставила вынести мусор, а с другой стороны можно себе представить в голове, что у меня в квартире слегонца воняет, мне нужно этот мусор вынести, то есть как только вы ставите себя в активную фазу, как только вы говорите, я специалист, который умеет решать проблемы, проблема этого кода мне известна, я её могу решить, ну естественно за какое-то вознаграждение, славу там девушек и в общем whatever, поэтому когда вы занимаете пассивную позицию, мол меня заставили, у вас сразу же мотивация к довольно интересным вещам, к довольно интересному рефакторингу, к довольно интересному опыту применения своих скиллов, тут же падает, это плохо, когда вы занимаете активную позицию, мол, ну давай его сюда, я его сейчас порву на кактузи грелку, совершенно другая позиция, и вот всё поплыло, ну ладно, разберёмся, смотрите, представьте себе ситуацию, когда у вас есть зверюшка, вы её очень любите, эта зверюшка болеет, ну и что-то вдруг не здоровится, там не знаю, чихает, или кушает плохо, или просто выглядит как-то не очень, или старенькая уже стала, и там ей надо чего-нибудь, вот, вы приносите эту зверюшку в клинику, вот, и говорите, мол, зверюшке плохо, надо что-то с ней делать, представляете себе две клиники, допустим, одна, где эту зверюшку берут так за шкирку, да что-то давайте ему новую дадим, и у вас начинается паника, потому что эта зверюшка ваш любимец, вы уже к ней привыкли, и в общем-то, да, она там кашляет, но ее вылечить надо, и ты не хочешь ее менять, ты хочешь, чтобы ее вылечили, и другая клиника, где ты приносишь зверюшку, и там вокруг нее начинают суетиться, там, ля-ля-та-па-ля, давайте вот там, вот там, это можно проколоть, вот этим закапать, вот тут вот надо подуть или наоборот завернуть в одеялко, вот, и, вот, просто вопрос, кому вы отдадите свою зверюшку, в какую клинику, там, где к ней относятся, как просто, да не, ну, тут уже делать, бессмысленно что-то с этой зверюшкой делать, давайте мы вам просто новую продадим, либо там, где все-таки с этой зверюшкой попытаются что-то сделать, так вот, мое мнение, что вы, как профессионалы, которые делаете какую-то небесную фигню, которую не понимает заказчик, заказчик приходит к вам со своей проблемой, говорит, ребят, я хочу, чтобы вы мне починили то, что у меня уже работает, то, что в принципе хорошо, то, что я вложил немало денег, сил и так далее, то, что нравится где-то там моим клиентам, но оно сейчас кашляет, и вы приходите и говорите, да чувак, это полный абзац, там, там, там оно уже сгнило все, мы не будем это трогать, давай мы тебе новое напилим, у вас сразу, ну, у человека, который пришел к вам со своей проблемой, у него сразу отторжение, говорит, вы идиоты, вы ничего не понимаете, оно работает, оно классное и так далее, и он от вас уходит, вы теряете клиента, если же вы пытаетесь понять проблему человека и как можно детальнее эту проблему рассмотреть и решить, то тут же начинаются чудеса, он идет к вам с распростертыми объятиями, потому что вы там один из немногих, потому что остальные там могут точно так же плеваться, а вы одни из немногих, которые увидели его проблему, и даже если там сложная операция на сердце у этой зверюшки, он скорее доверится вам, чем какому-то чуваку, который скажет, ну, мы, конечно, можем его прооперировать, но, но как бы не очень-то оно нам и надо, поэтому, пожалуйста, относитесь к этой работе не так, как, опять-таки, не так, как нас заставили, не так, как мы вот кому-то должны опять ковыряться в этом говнокоде, попробуйте решить проблему и попробуйте решить эту проблему профессионально. Соответственно, все, что я хотел вам сказать, во-первых, вы никуда не денетесь от Legacy проектов, дальше, это клево работать на Legacy проектах, это круто, если вы можете позволить себе там работать, если вы знаете, как лечить больных старостью зверюшек, если вы знаете, как можно их поставить на ноги, пусть даже и кратковременно, для того, чтобы просто подготовить смену или подготовить заказчика к мысли, что ему придется скоро расстаться с этой зверюшкой, но аккуратно подготовить, это хорошо, для этого вы должны делать это, для этого вы должны работать с Legacy проектом, со старыми проектами, вы должны набивать себе руку для того, чтобы вам потом не набили другое место, то есть, вы должны поменять то, что вы думаете про Legacy код, про старый про говнокод и так далее, все это можно исправить, если вы берете хорошие резиновые перчатки, чтобы не запачкаться, если вы проходите профессионально, а не начинаете лопатой подбрасывать это все на вентилятор, то все возможно, и это намного проще и намного быстрее, чем написать это все с нуля, потому что там у вас тоже, как мы уже увидели, что написание с нуля ничего не гарантирует, вы тоже столкнетесь, когда количество фичей будет вот так вот вас закрывать, и вы начнете писать быстро галимый код для того, чтобы просто успеть уложиться в временные рамки, то вы там вы просто потом оторветесь от этого, отойдете на два шага и такие опять не получилось, и это плохо, поэтому и немаловажный момент для того, чтобы вы вообще могли хоть что-то сделать с проектом, неважно, прорефакторить его или заменить, вам нужно доверие, доверие в первую очередь от человека, который принес вам этот проект, если этого доверия нет, то в таком случае о каком он будет постоянно ставить вам палки в колеса, он будет вас контролировать до вот уровня что ты там где, в каком классе поменял, потому что он не верит в то, что вы действительно хотите ему помочь, и пока это не будет у вас внутри вот это желание помочь людям, то это будет фальшиво выглядеть наружу, как только вы действительно хотите ему помочь, вы ему предлагаете решения, вы ему предлагаете разные решения, вы говорите чем одно решение и другое хорошо, чем то, что есть сейчас, может ударить по нему в будущем и так далее. Если вы занимаетесь нормальным решением его проблемы, тогда вопрос доверия – это вопрос времени. Потому что чем больше вы будете входить в его ситуацию, тем, во-первых, проще вам будет с ним разговаривать, тем открытие этот человек будет становиться, ну или эти люди будут относиться к вам. Поэтому это действительно без этого доверия вам вряд ли дадут возможность взять скальпель в руки и хоть что-то вообще в проекте поменять. Все, я закончил, я немножко вас задержал, но я надеюсь, это было не напрасно. Субтитры сделал DimaTorzok